МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И стал независимым, вневедомственным, отдельным органом. Как считаете, вневедомственная модель организации следственных действий оправдывает себя? Как работают ваши сотрудники при такой форме? Вопрос очень сложный, на него однозначно ответить нельзя. Во-первых, отделение Следственного комитета проходило в два этапа. Первый этап был 7 сентября 2007 года, когда де-факто следствие отделили от прокуратуры. То есть у нас было свое финансирование, у нас был свой штат, у нас свои кадры были. То есть на местах, на всех регионах следствие юридически, по сути дела, было выделено в отдельно самостоятельный орган, который проводил полностью работу по расследованию преступлений. Но формально вы входили в состав? Формально мы были при прокуратуре, но уже с 11 года, с 15 января, был подписан указ, который нас уже оформил юридически, мы юридически были организованы как самостоятельная структура, и уже сейчас числимся мы уже как самостоятельный орган, следственный комитет. Ну, полемика об этом была очень давно, нам уже 303 года, не просто 6 лет, 10 лет будет вот де-факто, де-юре, 6 лет исполнилось, а летом мы отметили 303 года. А что сказать об эффективности работы Следственного комитета? Две точки зрения тоже можно сказать. С одной стороны, конечно, это потребовало определенных финансовых затрат, причем немало затрат, потому что было разделено два ведомства. Потребовалось другие помещения, потребовался транспорт. По сути дела, это не просто как разделить сиамских бузнецов, а это нужно колоссальную работу провести. Но оправдана ли эта работа или нет? Нет, я полагаю, и это мнение не только мое, что в целом это сделан большой прорыв в области защиты прав людей, прежде всего. Раньше прокурор возбуждал уголовное дело, контролировал его ход расследования, утверждал обвинительное заключение и сам поддерживал государственное обвинение. То есть все было сосредоточено в одних руках. Как захотел, так и сделал. Сейчас следователь имеет, по сути дела, несколько контролирующих над собой организаций. То есть первый – это его ведомственный контроль, который проверяет, как следователь объективно и не объективно расследует уголовное дело. Все провел. Дальше дело поступает к прокурору. Прокурор сейчас не заинтересован ни в чем. То есть ему важно оценить те доказательства, которые собраны. Соответствует ли они закону или нет? Достаточно ли или нет? В совокупности всех этих данных прокурор принимает решение, утвердить обвинительное заключение и поддерживать государственное обвинение или нет. Поэтому такой двойной серьезный фильтр, а если не двойной, то получается еще четыре фильтра. Но двойной – это как минимум фильтр проходит для того, чтобы дело поступило в суд. А там уже дальше судебная инстанция, которая еще фильтрует. То есть сейчас риск быть привлеченным к уголовной ответственности незаконно, он практически сведен к нулю. Бывают, конечно, досадные факты ошибок, везде они бывают в любом производстве. Но в целом я считаю, что именно с точки зрения защиты прав людей в области уголовного судопроизводства эта система очень мощно выиграла. Это один момент. С другой стороны, если говорить об эффективности работы, то Следственный комитет был наделен определенными штатными единицами. Он стал заниматься очень многими вопросами, касающимися экспертных учреждений. То есть у нас есть свои штатные эксперты, очень квалифицированные. И поэтому поднялся уровень расследования преступлений. Намного. Особенно это наглядно видно в раскрытии преступлений в прошлых лет. Вот, допустим, в прошлом году раскрыли 93 преступления в прошлых лет. Аж в 10-летней давности, в 15-летней давности. В этом году уже тоже начинаем раскрывать достаточно много преступлений. Среди них убийства, изнасилования, тяжкие телесные повредения, полегшие смерти и так далее. То есть срока давности нет, да, у этих преступлений? Сроки давности у них есть. Если это, допустим, преступления, которые имеют срок наказания, не высшую меру наказания, тогда у них срок давности есть. А если высшую меру наказания предусмотрено по уголовному кодексу, тогда срока давности нет. Мы работаем на такие. По итогам 2016 года, что можете сказать? Какова динамика раскрытия преступлений, расследования? Каких преступлений стало больше? Может быть, противоправные деяния, наоборот, сократились какие-то? Тоже неоднозначно. В целом, если говорить о преступности, то она снизилась более чем на 3000 преступлений. С 29 до 26 с небольшим хвостиком стало меньше преступлений. Но, допустим, убийц стало на 3,5% больше. Вроде это плохо. Но, с другой стороны, если взять абсолютные цифры, у меня статистика есть, если в этом году, в 2016 году, имеется в виду, было совершено 117 преступлений, на 4 преступления больше, чем в 2015 году, то в 2011 году было совершено 148 преступлений, на треть больше. А если говорить о 2006 году, допустим, или в 2005 году, там у нас было порядка 300 убийств этих было. То есть, все относительно. Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевших, тоже немножко они у нас увеличились. То есть, было 53, стало 56. Но в том же 2011 году их было 89, тоже треть целая. Изнасилований у нас 52 против 48 в прошлом году. Но в том же 2011 году, я просто беру те цифры пятилетней давности, их было 86. То есть, все относительно. И вот еще сообщение о росте преступлений в отношении несовершеннолетних. Это больная тема всегда у нас. Если так объективно сказать, что у нас роста преступлений в отношении несовершеннолетних не допущено, а наоборот, снижение на 26,8 преступность, сократилось преступлений в отношении детей. Это очень много, это почти на треть преступлений совершилось меньшее. Но проблема в том, что увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Вот это проблема. Увеличилось количество преступлений в отношении половой неприкосновенности. Увеличилось, к сожалению. При общем снижении преступности в отношении детей, тяжкие, особо тяжкие, насильственные половые преступления, они, к сожалению, увеличились. Их, может быть, стали чаще выявлять, раньше скрывали. Вы правы. В многом правы. Потому что сейчас этому вниманию уделяется такой просто... Я думаю, что через увлечительное стекло мы смотрим на все факты, которые раньше даже не считались преступлением. Ну, обычное там какое-то домогательство было, оно там как шалость приравнивали. Сейчас же нет. Сейчас, особенно что касается детей, то это свято. Любое посягательство в отношении детей, оно является очень для нас тревожным фактом. И мы уделяем этому вниманию огромное значение. И таких немало примеров, когда мы просто выявляем такие преступления и в семьях, и в приемных семьях, и на улице, и в школьных, и в дошкольных учреждениях. Везде такие факты выявляем. Поэтому мы этим фактом не только придаем особое значение, мы проводим огромную профилактическую работу, привлекаем к ответственности, прежде всего, к дисциплинарной, всех должных лиц, которые должны препятствовать совершению такими преступлениями, которые должны профилактировать эти преступления. Поэтому работа проводится огромная. Громкое убийство бизнесмена Малахова, совершенное еще в 2015 году, недавно убийца Мавлудинов получил тюремный срок. Как вы оцениваете это резонансное преступление? Ну, оно резонансное только тем, что лица, которые являются, с одной стороны, потерпевшие, а с другой стороны, обвиняемые, они занимают определенное статусное положение. Ну, если бы это были лица, которые совершили преступление, совершившие лица занимали обычное место в социальной иерархии, то оно бы было в ряду обычное. Но чем оно необычно все-таки? Депутат Мавлудинов, поскольку он на протяжении многих лет являлся депутатом городской думы, сильный предприниматель, в прошлом году, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, неплохой сотрудник был правоохранительных органов, и вдруг совершает такое преступление. Это, конечно, зря до вон выходящий случай, Но, когда мы выясняли причины совершения этого преступления, там много сопутствующих факторов, которые способствовали этому преступлению, и в том числе и экономического характера. Ну, надо сказать, что адвокаты, которые занимались его защитой, у него было два адвоката, они очень активную работу проводили. Их была задача доказать, что это преступление совершено в состоянии эффекта своеобразного, и определенные предпосылки к этому имелись. Мы провели очень много экспертиз для того, чтобы установить истину. Мы не хотели там доказать обязательно вину именно в том, что он совершил умышленное преступление, никакого эффекта здесь нет. Нам важно, прежде всего, получить объективное мнение, объективное, чтобы сказала экспертиза, специалисты сказали, был он в состоянии эффекта или не был, был у него душевновный или нет. Но эксперты сказали, что он находился не в состоянии эффекта, поэтому он получил меру наказания достаточно суровую. И, кроме того, еще порядка трех миллионов он должен возместить ущерб потерпевшим, в том числе и моральный. — На какой стадии сейчас находятся уголовные дела в отношении владельцев коммунального бизнеса Рауфа и Наиля Кутузовых? — Оба дела сейчас рассматриваются в суде. — Уже в суде? — Да, мы направили дела эти в суд. В отношении старшего Кутузова это дело мы направили по факту дачи взятки. Он давал должностным лицам администрации Пермайского района за общее покровительство, за то, что его не проверяли, не наказывали в административном порядке определенные денежные суммы. То есть, как бы они были у него накормлений, своеобразном, если так сказать. И поэтому мы его выявили, эти факты привлекли в уголовную ответственность и дело направили в суд. Что касается младшего депутата Госсовета Кутузова, то он привлечен к уголовной ответственности за присвоение Нижескорец в сумме около 50 миллионов рублей, которые жильцы перечислили за оказанные им услуги ресурсоснабжающим организациям. Поэтому я не могу подробностей другие говорить. Будем смотреть, как эти доказательства оценит суд. Когда примет решение, тогда можем поговорить более подробно. — По каким-то другим коррупционным делам прошлого года можете озвучить информацию? — Да у нас делать их достаточно много. Вы, наверное, они уже все на слуху. Это и связано, допустим, главой муниципального образования Горнякска Аркадьев, который получил миллион рублей за то, что предоставлял землю. Это и глава Нечкинского тоже муниципального образования Власов, который получил тоже миллион рублей за то, что предоставлял землю. В отношении сейчас Лагунова, главы Дулесского района, Дулесского муниципального образования Сараповского района, тоже 9 фактов у нас есть, когда он отдавал за взятки землю разным людям. Это Ерохин, знаменитое дело, когда он пытался тоже присвоить вокруг Малой Пруги 23 земельных участка на общую сумму более 16 миллионов рублей. Получил, наверное, из всех этих самых суровых наказаний это 8,5 лет лишения свободы плюс 350 миллионов рублей штрафа. Эта цифра просто очень колоссальная. Владимир Анатольевич, время наше истекает. Спасибо вам еще раз за ваше экспертное мнение и с профессиональным праздником еще раз. Спасибо. Телезрителей я также благодарю за внимание и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова